приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня мы вас познакомим с рецептом замечательного итальянского сыра качаковала ну или есть его еще родственник проволоны но немножко по-другому делается изначально качаковала изготавливался на сицилии на сегодняшний день изготавливается практически во всей италии причем что интересно название качаковала защищено конвенцией конвенции евросоюза о названиях то есть именно качаковала имеет право называться сыр только произведенный в италии в определенных регионах в переводе с итальянского качаковала это значит пристегнутый к седлу почему так видимо я думаю форма специфическая форма грушевидная вы потом увидите ну или на заставке может видели уже грушевидная форма сыр перевязывается веревкой мне кажется что изначально путники брали свежий сыр в дорогу перевязывали его веревкой перед при тарачивали к седлу и вот в процессе того как они ехали происходило какая-то но растяжение и сыр приобретал такую специфическую форму которую сейчас мы искусственно придадим сыру качаковала так вот но мы готовим естественно аналог качаковала потому что не хотим спорить с конвенцией с конвенцией ес но готовим по рецепту качаковала рецепт мы взяли любезно был предоставлен сайтом cheese home российский сайт сырный дом очень классный в принципе хорошие рецепты ну и собственно говоря часто им пользуемся также в конце рецепта я разместил ссылку на сайт cheese home вот чего еще хотел сказать по поводу ингредиентов да значит что мы будем использовать сейчас расскажу вкратце для этого сыра используется смесь термофильной и мизофильной закваски вот конкретное количество на 10 литров мы будем готовить из 10 литров молока конкретное количество закваски ну в общем одна восьмая чайной ложки мизофильной одна восьмая чайной ложки термофильной на 10 литров молока идет Вот конкретно какие рекомендованные закваски, я разместил это в описании видео. Также мы будем использовать фермент, молокосвертывающий фермент. Можно использовать телящий сычужный фермент. Мы будем использовать химозин растительного происхождения. Почему? Потому что считаю, что фермент растительного происхождения по практике более прогнозируемый, менее требовательный к хранению, ну и лучше сгусток получается. Помимо этого нам понадобится 10% раствор хлористого кальция. Можно использовать хлористый кальций аптечный. То есть в аптеке продается, прям так и есть, 10% раствор хлористого кальция. Он нам понадобится и для приготовления сыра, и для засолки сыра, для приготовления рассола. Если мы готовим сыр из непастеризованного молока, то раствор хлористого кальция вносится опционально. Если из пастеризованного, то его вносить надо обязательно. Мы готовим из непастеризованного молока, поэтому внесем минимальную дозу раствора хлористого кальция, но в принципе вы можете этого не делать. Это делается по желанию. На мой взгляд, даже если в непастеризованное молоко вносить хлористый кальций, получается более равномерный сгусток, и сгустка получается все-таки немножечко больше. Но это мое личное имхо, и совершенно вы можете этому правилу не придерживаться. По поводу молочка. Молочко мы используем вчерашней дойки. Это фермерское молоко. То есть вчера днем коробку подавили, оно простояло ночью, на нем поднялись сливочки. Сливки мы не собираем с этого сыра. Вообще несколько слов еще скажу о самом сыре. Сыр достаточно мягкий получается, с такой немножко твердоватой, подсохшей, съедобной корочкой. На вкус он должен быть сладкий, с ореховым привкусом. Срок, минимальный срок созревания сыра качакабала 5 недель. Но можно выдерживать до 6 месяцев. Тогда он меняет вкус, вкус становится более благородный. Но в принципе мы будем делать 5-недельный. Естественно через 5 недель, друзья, мы отдельно снимем дегустацию нашего сыра качакабала, поделимся с вами результатом, а сейчас пока делимся рецептом. Итак, готовим мы из 10 литров молока информацию по поводу ферментов, закваса, количество хлористого кальция и приготовление рассола. О том, как его приготовить я еще расскажу, а информацию о ингредиентах вы найдете в описании видео. И скажу несколько слов об оборудовании, которое нам будет необходимо для приготовления этого сыра, ну и в принципе любых других сыров. В первую очередь нам понадобится водяная баня. Мы используем мармит Харека. Мармит это прибор для горячих линий раздачи в столовых. Постоянно спрашивают, поэтому я в каждом видео уже буду рассказывать об этом. А вообще надо снять обзор и просто отдельно обзор мармита со всеми размерами. Значит, этот мармит считается 25-литровый. Емкость здесь под завязку в нее помещается 25-литров. По поясок помещается 20-литров молока. Мы уже проверили это опытным путем. Если у вас нет мармита, не беда, не спешите выключать видео. Достаточно приготовить классическую баню. То есть на самом деле это обычная классическая баня. Здесь есть емкость, в него налита немножко воды. И такая импровизированная кастрюля, которая нагревается от прикосновения с водой. Как приготовить классическую водяную баню? Вам понадобятся две кастрюли. Одна на 10 литров, вторая, допустим, на 15 литров. Но если вы готовите из 10 литров молока. Если готовите из 20 литров молока. Ну, соответственно, одна меньше, одна больше. Помещаем меньшую кастрюлю в большую. И в большую наливаем воды так, чтобы после того, как мы поместим туда меньшую, донышко меньшей, касалось поверхности воды. Меньшая кастрюля должна опираться на ручки, на бортики большие. Получили классическую водяную баню. Набивать можем как на газовой плите, так и на электроплитке. Некоторые сыроделы готовят сыр прямо на газовой плите. Крайне не рекомендую вам это делать. Ну, можно, конечно, но это неправильно, на мой взгляд. Но, опять же таки, друзья, никого не буду оспаривать. Это моя личная имплотка. Я считаю, что сыр надо готовить на водяной бане. Он понадобится нам термометр для того, чтобы контролировать температуру молока. Мы используем вот такой вот термометр, который легко крепится на бортик кастрюли. Ну, любой кастрюли, не только нашего мармита. На Алиэкспрессе стоит порядка полутора долларов с доставкой в Украину. И по порядку 80-90 центов с доставкой в Российскую Федерацию. Кстати, если интересно, мармит, тоже часто спрашивают, сколько он стоит. Мармит Харека, по-моему, финский он, стоит порядка 100 евро. Точно такая же аналогичная модель китайская, стоит порядка 75-80 евро в Украине. И чуть дешевле в Российской Федерации. Нам понадобится марля для процеживания молока и друшлячок. Естественно, все это мы пастеризовали кипяточком. Понадобится ковшик, понадобятся формы для сыра. Идеально использовать формы для мягкого сыра, у которых отверстие и по бокам. Мы пока не приобрели такие формы, у нас нету, мы всегда обходимся обычными. У нас форма только с отверстиями в домишке. Но в любом случае, какая-то форма нам нужна, потому что сыр нам надо будет нагревать в форме на водяной бане. Можно обойтись и друшлаком, по большому-то счету. И понадобится лира для нарезания сгустка. Если нет лиры, можем воспользоваться обычным длинным кухонным ножом. Мы покажем, как ножом резать сгусток. Лирой, конечно, значительно удобнее. Но будем делать это ножом, дорогие друзья. Для того, чтобы вы поняли, что вообще изначально всегда кажется, что приготовить сыр очень сложно. Что это какая-то высшая математика. Да, сложно, набить руку надо. Но поверьте, ничего сложного в этом нет. И ваши труды будут окуплены столицей. После того, как вы будете наслаждаться вкусом прекрасного домашнего сыра. А не покупать в магазине какое-то химическое говно, неизвестно из чего сделанное. Ну, там сыра вообще нет. И молока там вообще нет в том, что продается в магазине. Поэтому, друзья, я призываю вас. Бросайте покупать в магазинах всякую дрянь. Готовьте сыры вместе с нами. Ну, если не хотите с нами, можете с другими блогерами готовить. Или вообще без блогеров. Но готовьте их сами. Равно как и колбасы, равно как и пиво и алкоголь. Нефиг обогащаться всяким мерзавцам, которые обманывают народ. И продают вместо сыра и колбасы всякую дрянь. Итак, друзья, приступим. Первое, что нам надо сделать, дорогие друзья, процедить наше молочко. И не то, что мы не доверяем нашим фермерам. Бывают всякие случайности. Может соломинка попасть. Может еще что-нибудь попасть. Конечно, фермер процеживает молоко после дойки. Но мы делаем это на всякий случай, дублируем. Если у вас магазинное пастеризованное молоко, то... Давай будем процеживать пока, я буду рассказывать. Если у вас магазинное пастеризованное молоко, то, конечно, этого делать не надо. Есть такой вид магазинного молока, ультрапастеризованное. Из него у вас сыр навряд ли получится. То есть, если вы покупаете магазинное молоко, то покупайте все-таки просто пастеризованное с минимальным сроком хранения. Итак, друзья, сейчас процедим все молочко и вернемся к вам. Перелили все молочко, друзья, и теперь медленно его нагреваем до 36 градусов. Нагрев молока не должен быть быстрый. То есть в процессе приготовления, особенно когда мы делаем второй нагрев, нам может понадобиться быстрый нагрев. Но вот первый нагрев, когда мы нагреваем молоко, не надо торопиться и нагревать его просто без водяной бани на газовой плите. Нагреться оно должно где-то в течение 30 минут, желательно не быстрее. Итак, ну почему это делается? Потому что если мы нагреваем быстро, тем более на газовой плите, дно кастрюли, естественно, оно имеет не температуру 40-50 градусов, а соприкосновение с огнем имеет температуру 300 градусов. И происходят необратимые процессы в молоке. Итак, друзья, нагреваем молочко до 36 градусов и вернемся к вам. Дорогие друзья, наше молочко достигло температуры 36 градусов. Первое, что сделаем, внесем на 10 литров молока полторы чайные ложки раствора 10% хлористого кальция. Если вы готовите из пастеризованного молока, вносите 3 чайные ложки на 10 литров. Хорошенько перемешаем. И ключевое слово тут хорошенько. Мы подготовили закваску, чтобы не высыпать сухую закваску на поверхность молока. Мы заранее, за 10 минут, растворили в 50 мл молочка нужную порцию смеси наших заквасок. Оно растворилось, получился такой себе стартер. Теперь вносим закваску и, собственно говоря, хорошо перемешиваем. Оставляем, друзья, на 60 минут наше молочко. Поддерживаем температуру 36 градусов. И вот в течение 60 минут молочнокислые бактерии, из которых, собственно говоря, состоит закваска, начнут размножаться и активно действовать. Через 60 минут перейдем к внесению фермента. Прошло 60 минут, дорогие друзья, и настало время вносить молокосвертывающий фермент. Как я уже говорил, можно вносить сычужный телячий фермент. Мы вносим химозин, фермент растительного происхождения. Растворили фермент заранее, за 10 минут, в охлажденной кипяченой воде. Растворили, хорошенько перемешали, чтобы он полностью растворился. И вносим фермент в молоко. Тщательно перемешиваем молоко. Причем слово тщательно здесь ключевое. То есть надо перемешать не только справа налево, но и вверх-вниз. Чтобы фермент полностью равномерно распределился по всему объему молока. Теперь нам надо определить точку начала формирования сгустка. Или колье, как его называют сыровары. Для этого мы кипятком простерилизовали крышечку, вот такую вот капроновую. И ложим ее на поверхность молока. Крышечка свободно крутится. Нам надо поймать момент. Я, кстати, включаю секундомер, потому что отсчет у нас будет от того времени, как мы внесли фермент. И мы ждем, пока крышечка прилипнет к поверхности молока. Это и будет точка начала флокуляции или точка начала образования сгустка. Прошло 16 минут, друзья, и крышечка прилипла к молочку. Видите, вот она начала прилипать. И сейчас вообще станет неподвижная. Получается такой эффект, что мы ее сдвигаем, и она как бы на резине возвращается назад. Это и есть точка образования сгустка. Умножаем время 16 на 3, получается 48 минут. Итого, до полного образования сгустка, от времени внесения фермента, должно пройти 48 минут. Ну, грубо говоря, 50 минут. Итак, ждем оставшееся время. То есть 16 минут у нас прошло. Значит, надо еще 32 минуты подождать. При этом поддерживаем температуру 36 градусов. Желательно, чтобы температура не опускалась в пределах плюс-минус 2 градусов. То есть желательно ее поддерживать достаточно стабильно. Через 32 минуты приступим к порезке сгустка. Прошло 48 минут, друзья. И первое, что сделаем, проверим сгусток на чистое отделение. Для этого возьмем ножичек. Сейчас Лариса покажет. Крышечку уже можем убирать. И разрезаем сгусток. Если он режется и края среза ровные, значит сгусток полностью сформировался. Если же сгусток режется плохо и прилипает к ножу, можно оставить его еще на 5 минут. Итак, друзья, у нас тест на чистое отделение показал, что сгусток хорошо сформирован. Мы продолжаем, поддерживая температуру 36 градусов и начинаем резать сгусток. Режем ее... Ну, мы режем в длину. Если вы готовите круглые кастрюли, то режем вначале в одном направлении, где-то полосами по полтора сантиметра. Порезали сгусток в одном направлении. Теперь порежем его в пенпендикулярном направлении, чтобы у нас получились такие вертикальные брусочки в среднем размером полтора на полтора сантиметра. Естественно, режем на глаз, линейку использовать не нужно, просто примерно. Порезали сгусток на вот такие вот вертикальные брусочки и оставляем его на 5 минут, чтобы они немножко уплотнились. Через 5 минут порежем сырное зерно по горизонтали. Мы это будем делать лирой, но можно делать ножом, вводя его, скажем так, в эти кубики под углом, по диагонали. Вот таким вот образом порежем наше зерно. Друзья, теперь нам надо поднять температуру до 45 градусов. Температура должна подняться быстро, примерно в течение 20 минут. Я сейчас включу нагрев. Датчик для контроля температуры. И начинаем мешать сырное зерно. Разрушать его, то есть не надо очень сильно мешать интенсивно, чтобы не разрушить, не измельчить зерно. Единственное, что если остались где-то большие кусочки, то их можно вот так вот об бортик кастрюли разрезать шумовкой. Итак, в течение 20 минут нам надо поднять температуру до 45 градусов и эту температуру поддерживать. И вот с этого момента начинаем в течение 45 минут перемешивать. Очень медленно, плавно, где-то раз в 2-3 минуты наше зерно, вот так вот аккуратненько, как делает эта Лариса, перемешиваем. 45 минут мы перемешивали сыр. Зерно вот такое, видите, покажи его, пожалуйста, стало округлое, как камешки-окатыши. Очень интересно. Теперь, друзья, поддерживая температуру 45 градусов, оставляем наше зерно на 15 минут в водяной бане. Нам надо приготовить формы для сыра. Как я уже говорил, лучше использовать формы корзинки. Но у нас их, к сожалению, нет. Мы будем использовать обычные формы, простерилизовать их кипятком. И также подготовить решетку. Дело в том, что нам надо будет переложить сыр в формы, слить полностью сыворотку и поместить наш сыр, прям оставить его в формах внутри водяной бани, при этом поддерживать температуру. Наша задача, чтобы температура сыра не упала ниже 37 градусов. То есть мы будем подогревать водяную баню. Вода где-то будет в ней так и оставаться, 45 градусов, как у нас вот сейчас есть. А как бы при этом формы будут постоянно сыром подогреваться. Но мы вам сейчас все покажем через 15 минут. Прошло 15 минут. Сольем всю сыворотку. И, друзья, сыворотку не выливаем. Из сыворотки можно приготовить прекрасный сывороточный сыр рикотта. Если вы не знаете, как его приготовить, у нас на канале в разделе сыры есть видео, как приготовить рикотту. Очень классная штука. Во-первых, можно делать всякие чизкейки из него. Во-вторых, можно делать вкусный бутербродный сыр, добавлять наполнители. Например, паприку, зелень. Ну, естественно, предварительно посолив. А еще из сыворотки можно сделать норвежский сыр брюност. Завтра будем его делать. Вот как раз из этой сыворотки. Об этом будет отдельное видео. Я думаю, интересно. Один из подписчиков натолкнул меня на эту мысль. Я вообще встречал этот сыр брюност. Его очень долго варить. Такой он интересный. Но чего-то он у меня не вызвал интереса. А потом разобрался и понял, что хочу его приготовить тоже. Ну, вот мы с Ларисой завтра будем этим заниматься. А пока, друзья, сливаем всю сыворотку. Ну, не всю. В первую очередь сливаем так, чтобы показалось зерно. Чтобы нам удобно было его собрать и поместить в формы. При этом нагрев. Вот водяная баня у нас как была 45 градусов. Так нагрев и остается. Ничего не меняем. В ней должно быть тепло. В ней будет проходить выдержку наш будущий качаковала. Слили сыворотку и помещаем ее в формочки. Ну, в смысле, не сыворотку, а помещаем сырное зерно в формочки. Под этот край, чтобы было видно, что там в кадре было. Хорошо консолидируется очень зерно. Но слипается вообще супер. Ну, дай мне кусочек попробовать. Ммм, вкуснота какая. Сразу второй, наверное, будет. Да, да, да. Что равномерно. Да, что равномерно. Не запихивать, давай в две. Сейчас будет активно зерно отдавать в сыворотку. Но главное нам его не охлаждать. Теперь, друзья, делаем вот такую вот конструкцию. Давай этот сюда пока. Ставим четыре рюмки. На них решетку. Можно использовать решетку от микроволновки. Придерживай. И теперь перемести вместе с решеткой, чтобы она равномерно стояла. Вот так вот. Отлично. Накрываем крышкой. Водяную баню продолжаем нагревать. Температура водяной бани 45 градусов. Температура сырного зерна не должна падать ниже 37 градусов. Оставляем на час. Если у вас есть PH метр, подробная инструкция, до какой кислотности нужно довести сыр, в описании видео. У нас PH метра нету. Поэтому мы через час начнем опытным путем проверять сыр на плавление. Ну вот, собственно говоря, друзья, покажем вам, как проверить его на плавление. И когда уже надо будет переходить именно к плавлению и к формированию головки качаковала. Приготовьте к моменту плавления. Надо приготовить большую кастрюлю с холодной водой. Какую-нибудь перекладину, чтобы на нее можно было повесить сыр в кастрюле. И веревку, которую мы будем перетягивать качаковала, придавая ему классическую форму. Через час, друзья, проведем тест на плавление. Набрали в чашку или в любую емкость воды температурой 80 градусов. Отщипываем кусочек сырной массы и погружаем на минутку в чашку. Масса прогрелась. Достаем ее и начинаем вытягивать. Видите, она рвется. Она у нас должна вытягиваться в очень такую длинную... Ну вот, практически не рваться, а вытягиваться в длинную колбаску. Значит, процесс еще не закончен. Ждем еще час. Через час будем проводить следующий тест. Через час мы, друзья, провели еще один тест. Сыр не очень тянулся. Вот прошло 3 часа. Проводим третий тест. Я думаю, сейчас уже все будет готово. Итак, друзья, полежал сырочек минуту. Пробуем растягивать. Нам для того, чтобы плавить сыр, понадобится две пары перчаток. Одни текстильные, вторые резиновые. Потому что вода очень горячая, 80 градусов. А в ней придется бултыхаться достаточно долго. Поэтому готовим текстильные, но обычные, рабочие перчатки. И сверху резиновые. Как видим, видите, как сыр тянется отлично. И, собственно говоря, он готов уже к плавлению. Мы сейчас подготовим мысочку. Видите, как тянется? Вообще вытягивается просто супер. Вот 3 часа он у нас простоял. Но, друзья, все зависит от молока. Поэтому не рассчитывайте на время. Если нет ПАШ-метра, проводите тесты на плавление. Итак, мы готовим мысочку. Готовим достаточное количество, где-то 5 литров воды, температурой 80 градусов. Готовим перчатки. И готовим емкость с ледяной водой. Сейчас будем показывать, как мы его будем плавить. Итак, друзья, помните, мы две формочки делали? Достаем из одной формочки наш будущий кочаковала. Я готовлю горячую воду. Нарезаем сырок полосками где-то по 5 миллиметров. По 5. Господи, что я горожу? По сантиметру. По сантиметру, да. Подготовили горячую воду. А его полосками достаточно было нарезать. Да, кубиками это уже чересчур будет. И помещаем сыр в горячую воду. А где наша палочка деревянная? Да, вот она, наверное, с разруками. Сразу руками? Через некоторое время сыр начнет плавиться. У нас должна быть под рукой горячая вода, чтобы мы имели возможность заменять воду. Отбирать остывшую и добавлять новую горячую. Вот это, собственно говоря, самый главный момент в приготовлении кочаковала. Самый интересный. Покажи, пожалуйста, перчатки, как ты делаешь. Видите, внутри вот такие вот текстильные перчатки. Можно поближе. И сверху одеваем резиновые перчатки. Вот так как купили медицинские перчатки, они почему-то на воздухе сразу же желтеют. Не подумайте, что у нас грязные перчатки. Это новые, только что выгнутые из упаковки. Так же я приготовил ледяную воду. Начинаем потихонечку, но можно вот так вот деревянной палочкой, а можно руками, как это делает Лариса, потихонечку разминать наш сырок. Через некоторое время он должен стать очень хорошо плавким. Не будем затягивать видео. Я сейчас остановлю кадр. И когда сыр начнет плавиться, мы вернемся. Он должен хорошо прогреться, чтобы именно начать тянуться, так как тянулась наша контрольная порция. Сырок размягчился и начинаем его вытягивать и складывать. Пока Лариса это делает, я отберу немножко остывшей воды и добавлю немножко горячей. Немножко вытянули. И опять ждем, потому что когда мы его достаем из воды, он быстро остывает. Видите, как уже тянется отлично. И опять погружаем в горячую воду. Поменять немножко воды. Нет, пока нормально. Нормальная, да? Да, он уже прогрелся с РП. Сырок достаточно расплавился. И сформируем качаковало. Видите, как он вытягивается. Вытягиваем в такую длинную штучку. Заматываем в рулончик. И теперь начинаем вытягивать, как бы вовнутрь. Видите, как Лариса делает. Вот таким вот образом. В это время, друзья, пока вы смотрите, как Лариса вымешивает сырное тесто, вот это вот, и формирует головку. Я сейчас не расскажу, не буду отвлекать. Вот так вот заворачиваем его в серединку. Вот таким вот образом. Формируем шейку. Шейка должна быть не очень тонкая. Где-то в районе 3-4 сантиметра. Сформировали нашу головочку сыра. И опускаем ее в ледяную воду. Пусть он охлаждается до температуры воды. В это время приступим к формированию второй головки. Я сейчас заменю воду и расскажу, как приготовить рассол. Точно такой же процесс плавления у нас происходит и со второй головкой. Итак, друзья, когда сыр охладится, нам надо его поместить в 20% соляной расход. Для того, чтобы его приготовить, этот раствор растворяем в 4 литра воды. В 4 литрах воды 1 кг соли. И доводим до кипения. Потом остужаем. На улице, в холодильнике, неважно где. Остужаем до комнатной температуры. И процеживаем через марлю. Потому что в соли очень много всяких песчинок, артефактов, мусоринок каких-то. Добавляем туда 5 мл 6% уксуса и либо 5 г сухого хлористого кальция, либо же 50 г 10% раствора хлористого кальция. Извините, 40 мл 10% подглядел. Не 50 мл, а 40 мл 10% раствора хлористого кальция. Раствора. Что я к ночи уже заговариваюсь, как-то долго у нас с сыром затянулось. Простите, пожалуйста, дорогие друзья. Вот. И в этом рассоле мы будем солить головки. Сейчас мы покажем и будем помещать туда головки. Этот рассол можно использовать несколько раз. То есть 3-4 раза мы обычно используем такой рассол. Хлористый кальций в этом рассоле нужен для того, чтобы сыр не замыливался. Чтобы у него не размягкало наружное... Как правильно сказать будет? Чтобы образовалась корочка просто. Ну да, чтобы потом не размягчался. Да, наружный слой сыра не размягчался. Правильно Лариса мне подсказывает, что у меня сегодня с дикцией проблемы. Сейчас расплавим вторую нашу головку. Плавим точно так же. Сейчас несколько раз буду менять воду. Отбирать остывшую, добавлять более горячую. Причем я эту остывшую беру, выливаю в кастрюлю, которая стоит на огне. И прямо из этой же кастрюли отбираю потом горячую. И добавляю Ларисе в мысочку. И вернемся к вам, когда будем лепить, формировать вторую головку качаковала, чтобы еще раз показать, как это сделать. Еще раз посмотрим, дорогие друзья, как формировать головку. Вытягиваем. Сворачиваем в рулончик. И вот такими вот движениями как бы заворачиваем его вовнутрь. Делаем такую, как шапочку от грибочка. И теперь вот эту вот часть основания собираем в кувшинчик. Делаем шейку, формируем. И помещаем в ледяную воду. Решили не подвешивать, но единственное что, не бросайте его в ледяную воду, потому что, ну, как бы не оставляйте его. Он тонет, и пока он охлаждается, у него получается плоская сторона. То есть, его там надо покрутить как-то, чтобы он остыл и сформировался. Сейчас сырок полностью остынет, и расскажем о засолке. Сырочек остыл. Ноль. Вот такие две красивые качаковалы. Какая красота. 914 грамм. Из 10 литров молока у нас получилось 914 грамм качаковала. Ну, совершенно нормальный результат. И завтра мы еще приготовим из этой и сыворотки, которая осталась. Норвежский сыр, как я уже говорил, сывороточный. Берем веревочку. Перевязываем головки наши, чтобы их можно было подвесить. Веревочка тоненькая, конечно, но вот такая вот красотуля. И отправляем в рассол из расчета 4 часа на 500 грамм сыра. То есть, у нас две головки по 500 грамм. Значит, засаливать их будем на 4 часа. В течение 4 часов. А завтра утром я расскажу уже, как проводить выдержку сыра качаковала. Посмотрите, разве это не прекрасно? Вообще супер. Ну, надеюсь, что он будет очень вкусный. Про рассолы я рассказал. Про время засолки. Ну, собственно говоря, про все рассказал, друзья. До завтра. А завтра будем резюмировать наши действия. Ну вот, друзья. Качаковала просолился. Ночью вставал его, доставал из рассола. Вот такая вот красота. Ну, вообще прекрасная. Просто, ну, невероятно красивая штука. Мне очень нравится. Сейчас покажу вам крупный план. Вот, посмотрите, как он выглядит. Какая классная штучка. Видите, здесь пожелтел немножко. Это, когда я уже уснул, я его не переворачивал в рассоле. Поэтому этой стороной он плавал. И немного подсох. Поэтому в рассоле лучше переворачивать. Ну, вот такой вот наш качаковала. Сейчас расскажу про выдержку. Так, друзья. Минимальный срок выдержки сыра качаковала полтора месяца, 60 дней. Выдерживать можно, в принципе, до 3-4 месяцев. Подвешиваем его вот таким вот образом. Либо в каве для созревания сыров, либо в помещении с подходящими условиями. Сейчас зима, поэтому, как бы, у нас подходящие условия на лоджии. Это 10-11 градусов температура и 80-85% влажность. Мы будем подвешивать на полтора месяца. Естественно, через полтора месяца, через 60 дней, покажем вам дегустацию. Также через неделю, вот он может повисеть неделю, его можно закоптить. Ну, вот, не знаю, будем мы коптить одну головку или не будем. Если будем коптить, я сниму об этом отдельное видео. Ну, собственно говоря, вот все по поводу качаковала. Наверное, мы рассказали максимально возможное количество информации, друзья. И, естественно, через 60 дней будет отдельное видео про дегустацию этого прекрасного сицилийского сыра. Ну, на этом все. Так, как я уже сказал, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Ставьте пальцы вверх, если видео вам понравилось. Или пальцы вниз, если не очень понравилось. Задавайте вопросы в комментариях. Мы отвечаем с Ларисой на абсолютно все комментарии, если у вас есть какие-то вопросы по приготовлению. Ну, и, собственно говоря, до новых встреч. Пока! Пока!